Добрый день, мои любимые зрители! И сегодня я расскажу про одно интересное открытие, которое я недавно сделала для себя. Многие меня спрашивали про мой цвет волос, чем я их тонирую. Как я уже рассказывала, каждый месяц 2-1,5 я окрашиваю только отросшие корни. Окрашиваю вот этой вот краской. Если вам интересно, то посмотрите, у меня будет там под видео ссылка, где я подробно расскажу, как и что. И плюс 9% окислитель. Можно, конечно, это делать самой, но у меня окрашивает подруга. Вот здесь вот эту вот остальную часть волос я не трогаю. Но со временем вот эта вот основная длина волос приобретает такой некрасивый, такой желтоватый, все равно вылезает вот эта вот желтизна. И вот я ее тонировала. Я вам подробно, по-моему, рассказывала, не по-моему, а точно рассказывала, что я покупала такую же краску. Эстель, только Делюкс. Именно в данный момент у меня нет, как сказать, упаковочки, потому что я ее не покупала. Эстель Делюкс и применяла 1,5% окислитель. И тонировала. Тонировала, то есть, постоянно. Ну, между окрашиваниями корней где-то раз, может быть, два раза. Вот так вот примерно. То есть, даже после... Как я делала? Сразу после окрашивания корней я тонировала сразу. Ну, практически в этот же день после окрашивания я тонировала. Так, и тонировала также между окрашиваниями, между вот этим промежутком. Два месяца, полтора месяца. И недавно, девочки, я нашла вообще обалденный, обалденный препарат, который можно заменить и окислитель, и эту краску не покупать. То есть, сократить, во-первых, расходы и уменьшить вредные воздействия, все равно полутора процента вот этого окислителя, ну и краски тоже. И знаете, довольно-таки, наверное, интересно. Вот открою вам этот секрет, почему я раньше до него не доходила и не могла найти этот препарат, хотя он свободно продавался, и я про него не раз слышала, и некоторые пользуются и довольны результатом. А все оказывается просто и лежит на поверхности. Вот оно. Приглядитесь. Это антижелтый бальзам, обычный бальзам для волос, который применяется после мытья волос. То есть, вы помыли волосы, нанесли бальзамчик, и все. Вот он получается вот такой вот цвет. Один в один с той же оттеночной краской, которую я использовала. К тому же, недавно буквально мне продавец в том же магазине, где я покупала, у меня спрашивают, вы покупали вот про эту же краску, она меня спрашивает, вы тонировали с этой? То есть, один в один, никакой разницы. Представляете, я не знаю, я вообще в шоке. Теперь покажу более подробно, если на самом деле вы хотите тонировать, и это относится к блондинкам, и у кого вот есть вот этот вот нехороший желтый пигмент. Так что, вот. Выглядит оно вот так. Здесь у нас 300 мл, очень густой. То есть, вот, это бальзам. Девочки, есть шампунь. У меня подруга купила шампунь, она говорит, у меня жидкий. То есть, она не знала, что у меня бальзам. Так что, смотрите сами. Но я вам советую купить бальзам, не шампунь. Есть точно такой же шампунь. Так, оттеночный бальзам для нейтрализации желтизны эффект арктический блонд. Кстати, есть арктический блонд, и есть другой цвет, другой оттенок, но он в два раза почему-то дороже. Именно вот это средство у нас в магазинах стоит 130 рублей. Продается только в профессиональных магазинах. Это фирма Концепт. Выглядит он вот так. Это видно, наверное, темно-темно-фиолетового цвета. Здесь вот на крышечке видно. Теперь, как я пользуюсь? После того, как я нанесла шампунь, помыла волосы, нанесла обычный бальзам, которым вы пользуетесь всегда, подержала минут 5 и к концу, например, пятой минуты, четвертой минуты наношу небольшое количество вот этого бальзама вместе с тем бальзамом, который вы пользуетесь, на всю голову и распределяю. Если вы хотите убрать вот здесь вот желтизну, то наносите в первую очередь только до корни и потом уже по всем волосам. Если вы хотите по всей длине, чтобы у вас был вот здесь вот именно, сначала наносите по всей длине. И смываете. Все. Больше ничего не нужно. Руки не пачкает, как тоника. Ванну не пачкает, кожу головы и вот этого лица не пачкает. Обалденное средство, ну, не знаю, находка. Хватит вот этого, именно вот этого средства. Я не знаю, насколько. Я вот сейчас помыла, ну, наверное, раза 4. Ну, с учетом того, что я мою, конечно, редко. Его как будто и не тратим. То есть у него вот какой был вес, такой есть. Я, конечно, не рекламирую это средство. Не советую вам, не заставляю и ничего подобного. Если вы привыкли краситься красками, конечно, это ваше желание. Но, девочки, это, ну, не знаю, это такая находка. И поэтому я от всей души вам советую попробовать. И вы, конечно, не должны разочароваться, как я. Я прям в самом, в полном восторге. Я не знаю, это какой-то этот... Во-первых, бальзам. Это не краска, это не окислитель. Это обычный бальзам для волос. С цветом, именно вот с этим цветом. Очень прекрасно перекрывает желтизну вот эту вот, убирает вот эту вот серость какую-то. И, к тому же, что могу сказать, вы можете контролировать, регулировать глубину цвета. Так что, девочки, приглядитесь. Если интересно, то, кстати, задавайте, пожалуйста, вопросы, что и как. С удовольствием отвечу. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Всем пока-пока!